Начинается наш четвертый день трека. Покидаем солнечный Намче базар. Сегодня у нас есть чудесная погода. Солнце тепло. Мы идем в Тенбекче на выступ 4100 с какой-то мелочью. Там есть монастырь. Там уже будем ночевать Смотрите какой он красавец с облачком. Вот наш Эверестик, куда мы идем. Тропа у нас четвертый день плюс-минус легкая поначалу. Вот видите, она такая плоская, идет равнинка. Я сейчас думала вот там наша деревушка. Нет. Мы вот здесь вот спустимся к речке, покушаем и здесь пойдем вверх. И там Тенбекче. Зашли в какие-то джунгли. Очень красиво. Знаешь, чего не хватает? Коньяка. Обезьян и очень много птиц. Каких-нибудь белочек там еще. Вот и какие пупочки. Они должны крутиться и так будут читаться мантры. Уходить какие-то молитвы в небесах. Но почему-то оно еще не крутится. Не знаю почему. Видите горного козла? Какая у него шерстка, да? Офигеть просто. Он уже стоит несколько минут и не двигается и на нас смотрит и не убегает. Наша тропинка. Резкий подъем вверх. 560 метров. Это высоты набрать. А там был козел. Настоящий горный козел. Сюда на водопоезд летаются птички такие. Красивые, с синенькими хвостиками. В плюс 10 в максимум комнате, если не плюс 5. Отлично. А все почему? Потому что хороший аппетит. Потому что тебя грели два спальника и одеяло еще и Саша. Ну да. Я ему вот рассказываю, что аппетит на больших высотах пропадает. Он говорит, не-не, у меня не пропадает. Да. Андрюша завтракается вот таким видом. Стартует пятый день нашего трека. Сейчас 8 утра. Красиво солнышком освещается монастырь Тенгбаче. Ну и конечно же горы. Мы идем туда. Жили мы вот здесь. Это Шиделек Лодж. Честно, не самое лучшее место. Ну что поделаешь. Смотрите, где солнышко выходит. Вон там. Пришли в какую-то деревню. Целы шикарно видно горы. Такую воду в Гималаях, к сожалению, нам нельзя пить иностранцам. Ее надо специально очищать. Поэтому приходится покупать бутылированное. А вот эти штуки с желтыми шторками. Молитвенные барабаны внутри стоят. Когда речка попадает вовнутрь, молитвы уходят в небо. Барабан крутится. Чувствуешь природную мощь. А человек это букашка. Вон они ходят. Маленькие таракашечки. Видите? Мой любитель острых ощущений. Всегда заберется на какую-нибудь скалу, камушек, чтобы было высоко и чуть-чуть опасненько. Он решил погладить лошадок. Как дается пятый день? На удивление легче, чем четвертый. И второй? Еще легче, чем третий. А второй? А второй самладывает, да-да-да, точно. У нас отравинка. Спустимся к реке, к сожалению, и опять вверх. Вон туда. Дэнк Бача. Место нашей ночевки. Всех интересует, что мы едим в Непале, особенно в треке «Высоко в горах». Мы разные пробовали. Внизу в Намчибазаре еще вкусно кормят. А вот чем выше, тем хуже. Но мы поняли, что рис испортить невозможно. Поэтому рис с овощами у него вот с курочкой. А у меня долбат. Непальская главная еда. Вот тут, где красная крыша, мы жили. Устроил маленькое Катманду. В маленькой деревне Динбаче. Начался шестой день нашего трека. Мы идем из Динбаче в Лобуче. Пупсик, как у тебя настроение? Настроение отличное. Выкурил с утра кофеечку. На 4 400, да? На 4 400. Я вот коньячку не даю ему. Это последнее то, о чем он мечтает. Зато мы взяли по дороге булочку. Вот в этой деревне на каждом шагу бейкери и вкусный итальянский кофе. Но кофе решила уже не брать. А вот булочку с собой, такой с корицей, знаете, ароматненькую взяла. Мы как присядем, так с нашим черногорским парашютиком и заточим. Вот. Привет всем, Кералаев. Высота огромная. Ощущение прекрасное. Горная болезнь осталась где-то там. Мы с ней не встречались. Надеюсь, не встретимся. У нас есть сильная удача, встреченные нами горные козелки у нас. Класс. Там еще пасется стадо целое. Видите свечение? Что это, серебро или что? Я не знаю. У китайца на спине висит такая четверная солнечная батарея. Заряжает свои телефоны. Мы же взяли пауэрбанки. Ну, либо берем номер дороже, где можно пользоваться электричеством. А здесь семитысячники огромные. Там вот озерцо видно. Нам сейчас надо перейти по камням. В этом домике наш насыльчик хочет покушать. Класс! Не хочешь купаться? Да. Может, там теплое? Очень. Как проходит шестой день? Знаешь, хочется мясо. У тебя есть паршют в рюкзаке, я знаю. Чем выше поднимаешься в горы, тем хуже становится еда, не хватает калорий. А, вернее, разнообразия не хватает. Привычная нам пища. Мы с тобой притащили из Черногории паршют. Здесь свинины не едят. Короче, это так вкусно, вы не представляете. Высота 4700. Полет нормальный. На заднем фоне кого-то тошнит. Но я сейчас пожрал черногорского куршута с рисом. Таким тошнить жалко, признаюсь честно. Поэтому не буду. Ага. Привет! Памятник альпинистам, да и местным шарпам тоже, кто погиб здесь когда-либо в регионе Солокхумба. Самый знаменитый мемориал Скотту Фишеру, руководителю группы. Самое трагическое было восхождение на Эверест, когда оба руководителя умерли. Попав в пыргу, еще несколько их клиентов, о чем сняли фильм Эверест. Больше всего, кстати, здесь флажков, цветов, чем на каком-либо из них. Мы пришли в Лобуче. Вот тут такие жители. Такие горы. Сейчас пойдем посмотрим комнатки. Мне очень хочется более комфортно и с туалетом. Наш портер таких не знает. Но мне вот кажется, вот здесь может быть. Вижу новые окна. Сейчас узнаем. Сегодня прошли 8 километров 230 метров за 7 часов. А высоту какую набрали? 400 с чем-то, да? Высоту сейчас скажу. Сейчас у нас 4910. Высоту набрали общую 746 метров. Потеряли высоту за сегодня 140 метров. Короче, до хера. Здесь чуть-чуть меньше 5 километров высота, где мы находимся. ABC Lodge. Я смотрю, он новый. Вижу металлопластик. Когда я вижу металлопластик, сразу понимаю, что можно жить. Потому что двойное окно будет теплее, чем у соседей. Вот такие две кроватки. Одеяло просто помогает теплее спать. У нас свои спальники. Самое главное, что я ищу, это туалет. Потому что бегать в коридор мне нет желания. Две тысячи местных рублей. Это 20 долларов. Ну и около 17 евро стоит такая комната. Нашего трека мы из Лобуче должны дойти до гора Акшеп. Около 3-4 часов. Это конечная точка. 5100 с какой-то мелочью. Говорят, там уже тяжело находиться. Приходится там ночевать. Нам тоже. И попробуем сегодня в такую офигенскую погоду сходить на Калапатар. Это вершина чуть выше Эльбуруса. Я сейчас точно не вспомню цифр, но грубо 5600. На закате сходим. Говорят, именно на закате красиво открывается Эверест. Потому что с базового лагеря Эвереста саму гору ты не видишь. Вот так. Ну а завтра планы, если все будет хорошо, может быть, дойдем до базового лагеря. А может быть, уже начнем потихонечку спускаться вниз, обратно к цивилизации, к зелени и к хорошему кислороду. Хотя, вы знаете, дышать мне нормально. Я не чувствую никаких вот этих задыханий, как тут многие страдают. Мы сегодня жили в этом домике и заметили, что все вот сидят на кухне, кушают. Треть людей кашляет. Это нас так удивило. Многие люди себя плохо чувствуют, многие болеют. Мы поняли, что проблема из того, что они ходят в группах. Один больной заражает всех остальных. Вот. И поэтому мы очень рады, что мы только вдвоем и некому нас заразить. Какой-то нереальный пейзаж. Смотрите на часы. Сколько? Пять тысяч метров? Восемнадцать метров, да? Пять тысяч восемнадцать. Идем себе. Болтаем. Я рассказываю, как вот этого яка можно применить в жизни. Я умею шерсть, прясть. На веретене могу создать нитки, могу связать носки, варежки теплые. И говорю, Андрюха, бери меня замуж. Ты не пропадешь со мной. Он говорит, я подумаю. Знаменитый Кхумбу. Этот летник все время падает вниз. Он все время в движении. Сейчас он с камнями. Упывают вниз камней, видно. На 5200, на высоте 5200 еще птички живут. Что-то ищут какую-то еду. Надо было булочку взять, да? Кормили бы воробушку. Куропатки, смотрите! Последний километр до деревни Гор Акшеп. Откуда уже все идут к базовому лагерю или на Калопатар. Честно вам скажу, жестяковое. Все в таких булыжниках. Справа ледник. Ни травинки, ничего. Идти тяжело здесь. Вернее, надо быть внимательным. Ух, как прохладненько, да? Идем на Калопатар. Yes? Yes. Все идут на Калопатар с желанием снять закат. А я хожу вот камни собираю. Например, такие красавчики. Мы уже видим Эверест. Всего полчаса поднимаемся. Вот эта коричневая вершинка. Вот это вон знаменитый ледник к Хумбу. Постоянно в движении. Эверест, вот он коричневый. Мы уже выше чем на 5600. Идем к тем флажкам. Тропа такая тяжелая. Это Калопатар. Калопатар. Мы сейчас будем видеть Эверест. Вот он коричневый. И весь регион с Лукхумбу, с ледником. На закате. Это шикарно, да, Пупсик? Да. За 7 дней трека из Луклы мы добрались сюда. И достаточно быстро. Так мало кто делает. Наконец-то! Калопатар покорен! К солнцу повернись! К солнышку! Ура! Это невероятно! Андрюх, мы сделали это! Эверест на закате. Калопатар 5 650 по Кариле. Это выше чем Эльбрус, ты знаешь? Пока даже не представляет. А ты знаешь, что у нас вот эта дорога вниз идет в темени. Смотри, сколько людей здесь. Очень много. Вечер. У нас идет спуск. Уже включили фонарики. Вон люди тоже спускаются. Очень красиво, конечно. Эверест — это коричневая гора посредине. Мы живем где-то там внизу. Даже домиков не видно отсюда. Которые? Это легендарные отец. О я дhar passes. Ну все было! Нужно пок chromosome. �вские заданки. Лис... Продолжение следует...